Здравствуйте, я Елена Конева. Приветствую вас на канале 7 дач. И сегодня расскажу о том, как я избавилась от ненужной растительности на участке и вокруг него. В саду и огороде одна из самых трудоемких работ это прополка. Сорняки, особенно злостные, портят жизнь любого дачника. Чтобы освободить себя от этой работы, можно воспользоваться гербицидом общеистребляющего действия. Чистогряд – это именно такое средство. Он действует на однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки. Его можно применять на огородных грядках до посадки картофеля, овощных или цветочных культур. Подойдет он при подготовке почвы для посева газонов, а также чтобы избавиться от ненужной растительности в конце сезона, в послеуборочный период. У меня есть два участка, которые нужно обработать таким гербицидом. Первый – за забором. Это площадка, куда приезжает осенизационная машина, поэтому посадить что-то декоративное тут нельзя. Место постоянно зарастает всякой травой и кустарником. От соседей пробирается малина, иногда и бузина. Поэтому я хочу просто избавиться от любой растительности, чтобы была чистая площадка. Для этого развожу чистогряд. В инструкции приведены нормы для обработки 100 квадратных метров. У меня здесь, конечно, небольшой участок, около 4,5 квадратных метров. Но я разведу препарат с учетом второго участка, он тоже небольшой. Плюс сделаю запас, чтобы опрыскать щели в дорожках, где избавиться от травы очень сложно, почти невозможно. На 1 литр воды я беру 25 мл препарата, применяя норму для злостных сорняков. У нас же там пырей. Делаю это в два этапа. Сначала развожу в небольшом количестве воды, перемешиваю. Затем доливаю до полного объема и снова перемешиваю. Опрыскиваю площадку за забором. Затем перехожу к другому участку. Здесь несколько лет была узкая грядка, на которой выращивали разные овощи. В этом году ее оставили отдыхать, чтобы осенью посадить новые кустики смородины. Хочу избавиться здесь от сорняков, а потом удобрить. Опрыскиваю эту часть, стараясь не попадать на малину и траву вокруг. Затем обрабатываю сорняки в щелях дорожек, защищая культурные растения. Обработку я провела 23 мая. Теперь понаблюдаем, что будет происходить с этой нежелательной растительностью. 2 июня трава выглядела так. Начала желтеть даже порсель малины, хотя в принципе препарат не рассчитан на удаление кустарников. А так выглядят сорняки на грядке 9 июня. После того, как они отмерли и подсохли, их можно удалить механически. Если это небольшая грядка, как у меня, можно выполоть вручную, но это делать не обязательно. На легких почвах отмерзшие сорняки зачастую собирают граблями или при необходимости подрезают плоскорезом. Если вы планируете перекопку, то можно вообще не убирать их, перекопать как есть. А это площадка за забором в ту же дату. Видно, что трава отмерла, а начинавшая желтеть малина восстанавливается. Почему это произошло? Действующее вещество препарата чистогряд впитывается растением через листья и молодые побеги, двигаясь сверху вниз. Сорное растение засыхает, но при этом в корень сорняка гербицид этого класса проникает только на глубину 30-50 см. У малины корневая система, к примеру, на песчаной почве часто углубляется до 1,5-2 метров. На глинистой более поверхностная, до 60 см. Поэтому при обработке малина только немного пожухла, трава засохла, но в земле поначалу держится крепко. По сути, она отмерла, ее корни мертвы. Если есть нужда, как я уже сказала, можно убрать их механическим способом. Но можно и просто подождать. Через некоторое время они разрушатся и перегниют. Препарат чистогряд – хорошее средство, чтобы избавиться от травянистых сорняков, даже злостых. Его можно применять в частных садах и огородах, и действовать он будет деликатно. Удалить сорняки, не отравляя при этом почву, что дает возможность выращивать любые растения уже в текущем сезоне.